Ангарский округ отметили наградой за участие в выставке в форуме «Россия». Напомню, что ангарчане работали на стенде Иркутской области в Москве в январе 2024 года. Награждение участников выставки состоялось накануне в правительстве Приангарья. Тему продолжат мои коллеги. В январе этого года делегация Ангарского округа на площадке ВДНХ в Москве представляла программу «Счастливые семьи часов не наблюдают». Специалисты местных учреждений культуры, образования и администрации проводили мастер-классы, виртуальные экскурсии, лекции и многое другое. В первую очередь, этот результат – это индикатор потенциала Иркутской области, индикатор качества человеческого нашего потенциала. И, конечно же, хочу сказать спасибо всем сопричастным, кто сумел добиться таких итогов. Игорь Иванович, спасибо за организацию и мобилизацию всей области на реализацию этой задачи. Дальнейших нам всех успехов. Спасибо. Также ангарчане продемонстрировали фильм о производственных династиях Ангарского округа. По итогам всероссийского интернет-голосования экспозиционный стенд Иркутской области вошел в число лучших. За продуктивную и эффективную работу на форуме губернатору при Ангаре Игорю Кобзеву вручили памятную статуэтку. Кроме того, на выставке в форуме «Россия» Иркутскую область отметили за лучшую концертную программу. Нашу площадку посетило 15 миллионов человек. Неважно, это жители нашей страны или это иностранные граждане. Но 15 миллионов узнали об Иркутской области. Это дорогого стоит. Поэтому мы посчитали, и это есть уже поручение президента, что нужно переходить уже на региональный, а в будущем уже и на муниципальный уровень. Создавать такие площадки, где показывать весь научно-образовательный экономический потенциал Иркутской области. Интересно, что временная экспозиция, посвященная сохранению наследия международной выставки форума «Россия» откроется и в Иркутске в сентябре 2025 года. А в 2027, когда при Ангаре отметит 90-летний юбилей, региональный филиал Национального центра «Россия» станет работать в областном центре на постоянной основе. Андрей Иванов, Егор Сорокин и Руслан Ульмасов. Местное время.